Здравствуйте! Дагестанские футболисты продолжают солировать в РПЛ. В матче третьего тура в Нижнем Новгороде, где горожане принимали московский ЦСКА, дважды отличился Тимур Сулейманов. После первого тайма хозяева поля проигрывали со счетом 0-2, но все изменилось после выхода на поле форварда хозяев Тимура Сулейманова. Его дубль на 60-й и 85-й минутах позволил нижегородцам уйти от поражения. Итог матча 2-2. Нижний Новгород с двумя очками расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре 7 августа команда Сулейманова сыграет в гостях с Сочи. А вот футболисты махачкалинского «Динамо» со счетом 2-1 уступили в гостях астраханскому «Волгарю» в рамках третьего тура чемпионата России в ФНЛ. Основные события в этой драматичной встрече развивались во втором тайме. На 64-й минуте нападающий хозяев поля Артем Делькин открыл счет. Подопечные Горана Алексича уже в добавленные 5 минут к основному времени матча сравняли результат. Отличился Камилей Брагимов. Ну а на последней добавленной минуте все тот же Артем Делькин принес победу клубу из Астрахани. После трех туров у «Динамовцев» из Махачкалы 4 очка и 11-е место в турнирной таблице. Очередной раз порадовал российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев. На турнире UFC 277 в американском Далласе дагестанец в мейн-карде деклассировал американца Энтони Смита. Для технического нокаута дагестанцу понадобилось 3 минуты и 9 секунд во втором раунде. Напомним, это уже девятое. К ряду победа Анкалаева в UFC. Как отметил руководитель американского промоушена Дана Уайт, теперь Магомед Анкалаев стал еще ближе к чемпионскому бою в полутяжелом дивизионе. После последней виктории Анкалаев занимает четвертую строчку рейтинга полутяжей UFC. Чемпионом же в этом весе является Чех Иржи Прохаска. Радуют и наши борцы-легионеры. В этот раз отличился Якуб Ших Джамалов, выступающий за сборную Румынии. Он стал победителем международного турнира в Бухаресте, сообщает сайт ВРЭСДАК. Воспитанник Махачкалинской спортшколы имени Гамида Гамидова выиграл все 4 схватки в весе до 79 кг. В финале за золото Ших Джамалов в сухую со счетом 11-0 победил казахстанца Жигера Закирова. Впереди у дагестанца УТС и чемпионат мира в Сербии. Стали известны все участники спартакиады сильнейших России по греко-римской и женской борьбе. Дагестан на турнире в Казани представят в классической борьбе Айгази Минатулаев 82 кг, Милада Алирзаев и Магомед Муртазалиев 87 кг. В три раза больше состав республиканской сборной в женской борьбе. В категории до 53 кг выступят Милана Дадашева и Екатерина Вербина, 59 кг Хадижат Муртазалиева и Румина Вагабова, 65 кг Мария Кузнецова, 72 кг Ксения Буракова, Лила Шаманова и Нурьян Гусейнова, 76 кг Евгения Захарченко и Марьян Гусейнова. Кроме того, еще несколько спортсменов находятся в резерве в разных весовых категориях. Напомним, на спартакиаде сильнейших в Казани в каждом весе выступят по 16 спортсменов. Новый спорткомплекс открыли в селе Карата Ахвахского района. Спортивное сооружение включает в себя современные уличные спортивные тренажеры, зону воркаута, резиновые беговые дорожки, футбольное поле с искусственным газоном и трибуну на 100 мест. На новой площадке уже провели первое соревнование. Это футбольный матч между школьными футбольными командами района. Комплекс оборудован всем необходимым занятиям. По душе здесь найдут учителей всех возрастов и разной физической подготовки. А самое главное, что эту площадку можно использовать для занятий спорта в круглый год. Уверен, что спортивный комплекс станет излюбленным местом жителей района.